Мастер и Маргарита На протяжении многих десятилетий Две эти крупнейшие династии определяли ход истории Старого Света Не раз их державы выступали единым фронтом в борьбе за гегемонию в Европе Но этот союз с самого начала был отмечен печатью жесткого соперничества И не раз обе империи находились на грани открытого противостояния Романовы и Габсбурги У нас в гостях историки Ольга Хованова и Мария Петрова Здравствуйте Мария Петрова окончила исторический факультет Государственного академического университета гуманитарных наук Кандидат исторических наук Старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук Основные труды Монография Екатерина II и Иосиф II Формирование Российского Союза А также ряд работ по истории России второй половины XVIII века Ольга Хованова окончила исторический факультет МГУ имени Ломоносова Доктор исторических наук Заведующая Центром по изучению истории Многонациональной Австрийской империи Института славяновидения Российской академии наук Автор монографии Нация, Отечество, Патриотизм, Венгерской политической культуре Движение 1790 года И заслуги отцов и таланта сыновей Венгерские дворяне в учебных заведениях монархии Габсбургов Сегодня мы говорим о Габсбургах И это одна из интереснейших династий в Европе Потому что они в одном лице представляли собой Императоров Священной Римской империи И правителей того, что называлось ладень Австрийского дома Начинали они скромно с эрцгерцогов австрийских Но 1526 год, рубежная дата в истории Центральной Европы Когда в битве с османами погибает чешский и венгерский король Для чехов Владислав, для венгров Ласла И освобождаются два престола в Центральной Европе Которые переходят к Габсбургам И 1526 год условная дата начала формирования владений австрийского дома При этом, конечно же, их харизма, их значение, их вес в глазах новых подданных венгерских и чешских Это то, что они правят Германской империей И то, что они могут мобилизовать колоссальные военные и финансовые ресурсы на борьбу с османами И вот эта двойственность будет продолжаться в политике династии Ну, наверное, до конца Священной Римской империи, до 1806 года Когда Габсбурги одновременно будут иммобилизовать свой имперский ресурс Для решения своих и общеевропейских целей, и целей своего дома, австрийского дома И в этом смысле будут разрываться между своими обязанностями в Германии И своими интересами в том, что в XVIII веке постепенно начинают называть австрийская монархия Венский двор, как мы договорились его называть Естественно, это был центр политического влияния в Европе С его мнением, ну, просто считались Там формировалась европейская политика Известные имена дипломатов того времени Этого периода огромного европейской истории Это все австрийцы Вот, вроде бы, нейтральный статус нынешней Австрии Неучастие вроде бы ее так В последних событиях европейской жизни, я имею ввиду, нейтральное А вроде как отдалило его, на самом деле в начале XX века И до того Австрия была ключевым игроком Да, в том числе в силу своих географических параметров Потому что мы не должны забывать, что владения австрийского дома Они простираются от Альп до границ Польши А в XVIII веке, соответственно, распространяются на Галицию И если мы возьмем другой вектор, это от Бельгии до территории современной Сербии И это колоссальные территории, колоссальные человеческие ресурсы Ресурсы финансовые, которые можно мобилизовывать на войны И на построение централизованного государства Более централизованно, чем она была Австрийская монархия была на рубеже XVII-XVII веков И, конечно же, это самые разные народы И самые разные конфессии, о чем не нужно забывать Потому что австрийская монархия – это модель сосуществования народов Говорящих на разных языках, разных языковых групп, разных культурных традиций И разных вероисповеданий, которые трудным методом проб и ошибок Трудным путем учились совместно проживать в едином государстве И роль династии, конечно, велика В XVII, в начале XVIII века Еще имеются элементы политики контрреформации Не такой жесткой, как в Испании Конечно, протестантов в владениях австрийского дома не сжигали Но, тем не менее, сегрегировали Сегрегировали в правах, в том числе в гражданских И вырабатывается постепенно консенсус о том Как совместно существовать, не нарушая определенных прав индивида Для разных этносов, разных корпораций, разных конфессиональных групп И мне кажется, что вот этот опыт, он делает австрийскую империю Австрийскую монархию интересной для современного человека Ну, ведь еще у Российской империи, у Гамсбургов не было того, что называется колониями То есть, в отличие от испанцев, например, они не вывозили золото из-за Южной Америки И если мы уже переходим, так сказать, к Романовым И 400-летие дома Романовых, которые мы будем и уже даже, можно сказать, можем отметить в этом году То Романовы и Гамсбурги на протяжении своей истории На протяжении 18-19 века имели, безусловно, немало точек соприкосновения И главной такой узловой точкой был общий интерес и Гамсбургов, и Романовых на Балканах И вообще корни взаимоотношений, тесных союзнических отношений Романовых и Гамсбургов Уходят как раз в 17 век, когда император Леопольд I организовывает так называемую священную антиосманскую лигу И Россия впервые присоединяется к этой антиосманской лиге в 1686 году Потом в 1697 и ведутся совместные уже военные действия и ведутся какие-то совместные переговоры И дальше на протяжении 18 века Россия и Австрия совместно участвуют в войне против османов Это 1935-1939 год И это русско-турецкая война, в которой Австрия принимает участие в конце 18 века, уже в 87-90 годах Я, собственно, глазами видел огромную крепость, это в Черногории, Бока-Которска Там как раз южный фланг империи и огромные сооружения Как это все было построено, непонятно А с другой стороны, внизу, в местном музее, картина, как русские дворяне обучаются в местной мореходной школе То есть не все в Голландии учились, а учились еще и там А это как раз был конец века, в Петровские времена, как раз начало сближения, собственно, на все том же турецком направлении Петр Вить воевал Азов Конечно, воевал Азов и даже встречался в Вене с Леопольдом Да, проездом, да Это была первая, по-моему, хотя очень короткая, но все-таки первая личная встреча Кстати, история личных встреч тоже мы к ней будем возвращаться периодически Очень короткая, неформальная, не обставленная придворным циклониалом Его столицы, по-моему, спугнули, и он возвращался, или это добыло, когда он туда ехал или обратно, я вот сейчас не помню Нет, он уже встретился с Леопольдом и должен был, по-моему, немножечко дольше задержаться И, может быть, намечались еще какие-то встречи и более тесные даже какие-то переговоры Потому что к этому моменту Габсбурги уже готовы были прекратить военные действия По-моему, даже уже прекратили свои военные действия с османами, а Россия все еще продолжала вести А Габсбурги уже начали переговоры с Турцией, не сообщив об этом России В общем, в этом и заключалось, может быть, положение такого младшего союзника России в Священной Лиге И Петр рассчитывал, встретившись с Леопольдом, как-то активизировать вот эту совместную деятельность на южном направлении Но действительно, стрельцы его спугнули, и он успешно вернулся в Москву И не менее важно, наверное, его знакомство и личная приязнь с Евгением Савойским С героем его молодых грез о великих победах Потому что с Леопольдом встреча была, как мы уже сказали, короткая и неформальная А с Евгением Савойским, с вот этим туркобойцей У него устанавливается более человеческий и продолжительный контакт Евгений Савойский, принц, австрийский полководец, государственный деятель, фельдмаршал, генералиссимус Поступил волонтером в австрийскую армию и отличился в сражении с турками под Веной Командой в 1689 году австрийскими войсками нанес ряд поражений французским войскам в Италии Разбил турок в Венгрии, а в войне за испанское наследство одержал ряд побед над французскими и франко-баварскими войсками в Нидерландах и Италии В австро-турецкой войне войска Евгения Савойского разгромили турок и заняли Белград С 1703 года Евгений Савойский председатель военного, а затем тайного совета Он оказывал значительное влияние на всю европейскую политику Австрия как один из ведущих участников священной лиги Конечно, она понесла колоссальные материальные человеческие потери в этой войне И, наверное, ее такое остывание интереса к дальнейшей борьбе с османами связано с тем, что, наверное, в Вене решили, что отвоеванные территории Венгрии, которые были отняты в 16 веке Собственно, теперь нужно обустраивать то, что принадлежит нам, как они считали Поэтому, да, здесь какой-то наблюдается уже и дисбаланс интересов У России с ее желанием освободить все православные народы И у австрийских гавсбургов, которые, собственно, хотели начать обустроивать вновь присоединенные территории Ну, это им, однако же, не помешало в 1716 году успешно захватить Сербию с Белградом и еще ряд территорий То есть это вот такие победоносные Второй раз захватить, потому что они захватили и были вынуждены отдать Да, а потом вот это новые все-таки победоносные войны как раз Евгения Савойского Да, старейшего И последняя победоносная война, собственно говоря, австрийской монархии против Османской империи Вот относится к этой первой четверти 18 века А потом уже Гавсбурге Ну, получается уже, что в союзе с Россией все вот эти вот блестящие свои успехи и теряют, что ли Ну, и они начинают несколько опасаться России, потому что политика России в завоевании славянских православных народов Она же не только печем, но она и в мирное время в различных формах пропаганды Потому что если православные сербы австрийской империи, с одной стороны, они именно от Гавсбургов получают свою церковную автономию А с другой стороны, как мы знаем, после того, как царь упраздняет патриаршество И русский царь становится главой православной церкви То к нему устремляются мысли и чаяния православных народов на Балканах И в Вене с удивлением узнают, что в литургических календарях у православных сербов славятся русские цари А только потом уже австрийские императоры Поэтому, в общем-то, становится понятным и причина вот этих напряженностей, недоверия В взаимных упреках, которые мы будем в XVIII веке видеть в официальных нотах, которые будут звучать И позднее, в 50-е годы, история с заселением Новой Сербии То есть Балканы, они одновременно и точка взаимодействия, и яблокораздора И весь XIX век мы будем видеть дальнейшие плоды вот этого Там часто вспоминают подарки, которые были от русского двора Черногорским господарям и вот сербским Как они назывались, не владыки, там другое слово упоминалось Ну то есть те, кто был тогда у власти Это мосты, монастыри, пожертвования строительства Это не только там, это книги Да, безусловно, потому что сербы очень просили русское правительство в Елизаветинское царствование Когда вот была такая тоже довольно большая волна переселения То есть сербы, которые жили на границах с Османской империей, хотели переселиться в Российскую империю Но Мария Терезия вроде поначалу как-то была не против, но не ожидая, видимо, такого Исхода массового Потом это довольно быстро все прикрыли И тогда сербы просили очень именно богослужебных книг Потому что им не хватало вот какого-то еще духовного, что ли, окормления, духовной поддержки Ну да, потому что это подняло проблему того, что один государь практически переманивает подданных другого государя И это в эпоху, когда еще развитие экстенсивное, когда каждый подданный – это рабочие руки и некая сумма налога в казну И, конечно, когда начался этот массовый исход на вольные земли и обещания, замечательные подметные письма разных русских агентов Или прикормленных российским правительством, то, конечно, это создало серьезные проблемы в взаимоотношениях И мы можем это видеть по постоянно повторяющейся статье в договорах между двумя государствами о том, что не переманивать подданных друг друга И в случае обнаружения одного подданного на территории другого государства возвращать И мы это потом будем видеть в революции 1948-1949 года Потому что Николай I честно вернет всех австрийских подданных, захваченных или перебежавших на российскую сторону во время революции австрийскому императору А потом вот настолько далеко идут какие-то узелочки, которые в XVIII веке завязываются Да, и если вот говорить как раз о переселениях, то вот этот знаменитый указ Екатерины, уже Екатерины II Да, колонизация заселения по волжских территориях, это 1763 год Манифест должен был, всем дипломатам Российской империи было дано повеление высочайшее, чтобы они опубликовали там, где в местах своего пребывания эти манифесты И нашему послу в Вене не удалось опубликовать этот манифест И он даже писал Екатерине, что я не могу пойти против того двора, при котором я нахожусь Иначе это приведет к обострению наших отношений И все его усилия в этом направлении свелись к нулю И манифест так и не был опубликован И он не нанимал никаких тайных агентов И из австрийских земель никакие колонисты в Россию не отправились Вот борьба еще за, во-первых, наследие атаманское Она еще, с одной стороны, сблизила интересы двух империй С другой стороны, она противопоставила их другим европейским державам Которые начали формироваться, ну, Франции в первую очередь Насколько мы знаем, потом это оторзилось и на более тесном союзе в борьбе против революционной Франции Это уже более дальняя перспектива Вот, но борьба за наследие, за наследство, точнее, Таманской империи Это тоже очень важный момент, когда обе империи, обе страны и так далее То есть это когда Австрийская империя стала называться империей То есть все-таки до какого момента нужно употреблять слово «Венский двор»? Вы знаете, «Венский двор» можно употреблять всегда, пока существует Гавсбург И это будет абсолютно верный термин И это будет действительно властный центр обозначать Формально, в моем понимании, это с 1804 по 1867 год Когда, видя, что Священная Римская империя рушится Франц Второй разглашает создание из своих владений Австрийской империи И становится Францем Первым Обычно студентов всегда смущает, что был некий император, который начал как Франц Второй и закончил как Франц Первый Да, он так и пишет в скобочках Франц, в скобочках Первый Но при этом нужно терминологическую разницу тоже учитывать Потому что если Священная Римская империя называлась все-таки Райх То государство, которое создает Франц, оно называется Кайзертум То есть императорство австрийское То есть даже в этом некое дистанцирование от Священной Римской империи Которое тогда еще существует, она распустится через два года только Но вот формально, терминологически империя в русском языке можно говорить про эти 60 с небольшим лет Хотя по форме, по сути, по модели управления, конечно, австрийская монархия является империей Потому что обширные территории, различные народы, различия в юридическом статусе отдельных территорий, подвижность границ Вот все, что современные империологические дефиниции нам предлагают Это можно отнести к австрийской монархии империи Там еще есть одна особенность Если в русской империи, в российской империи императоры не оглядывались на какой-то еще центр силы То австрийцам совсем рядом был Ватикан И влияние Ватикана, насколько вообще серьезно дом Габсбургов принимал во внимание то, что думают в Ватикане Или это было специально, это было только в самом начале зарождения империи Насколько я помню, вот с середины 15 века Габсбурги никогда не короновались в Риме Они короновались во Франкфурте И хотя они носили титул римских королей и римских императоров По аналогии со средневековыми императорами Но в Риме они никогда не короновались Последним был, наверное, Фридрих III Который в середине 15 века колоссальным напряжением сил собрал деньги Для того, чтобы просто съездить в Рим короноваться Потому что это же колоссальные затраты именно на репрезентативную сторону такой поездки То есть он сначала стал императором, а потом только собрал достаточно денег, чтобы туда поехать И как раз в Риме его застала страшная весть о том, что турки взяли Константинополь И сохранились воспоминания о том, как он три дня рыдал в своих покоях Потому что обрушился один из столпов современного мироздания Прежде всего Гафбурги себя позиционировали как христианиши Как самые главные католические монархи Они, возможно, могли в этом конкурировать с французами Тоже христианскими королями У которых это было в титуле закреплено, кроме того, у французов Но они жили с мыслью о том, что у них есть вот эта христианская и католическая миссия И, собственно, отсюда борьба с протестантизмом, который в XVI веке получает широчайшее распространение во владение Капсурского дома То есть бывали территории, где не могли найти католического священника для целого ряда приходов И постепенно идет от воевания и насильственными методами, и методами убеждения, и методами демонстрации позитивного примера Перехода обратно в католичество Они восстанавливают католическое большинство хотя бы в своих астрийских владениях В XVIII веке уже в эпоху Иосифа II, наоборот, даже сам Папа приезжает в Вену с тем, чтобы Возмущенный тем, что Иосиф II наступает на права католической церкви, закрывает монастыри Конфискует их имущество и говорит о том, что некоторые монашеские ордена, так называемые созерцательные Они вообще не являются полезными гражданами, поэтому их просто нужно закрыть И тогда папа обеспокоенный этой ситуацией, приезжает в Вену на переговоры Так что это, наверное, контакты с папами от XV века до XVIII, я не знаю, были ли личные контакты в промежутке, мне кажется, что нет Иосиф II, с 1765 года император Священной Римской империи Соправитель своей матери Марии Терезии во владениях австрийского дома В годы единоличного правления Иосиф II утвердил принцип веротерпимости и упразднил дискриминационные меры в отношении протестантов, православных и иудеев в правах А также отменил личную зависимость христиан и ограничил права сословных представителей на местах Нет жесткого влияния Ватикана и императоры действуют согласно своему разумению А с другой стороны, такая сакральная преемственность присутствует То есть династия не прерывается и ведется своим истоком очень далеко, вот туда еще, в Сыщенную Римскую империю Да, да, да Вообще, насколько сегодня современный человек может понять отношения подданных к своему императору в то время Помните знаменитая фраза из «Войны и мира», когда генерал рассуждает на банкете Что главное это меньше говорить, а нет большего счастья, как умереть за своего императора Это было частью массового сознания того времени, начала 19 века Ну, как минимум, профессиональная армия Я не приучусь за всех мирян, что они были готовы умереть за своего императора Но то, что офицеров воспитывали, для этого были методики, дидактические разработки Как учить габсбургского офицера, не бояться идти в бой, не бояться умереть И то, что одна из его базовых лояльностей это была верность императору, да, это совершенно верно Главное, что мы сегодня обсуждаем, сравнивая две династии Очень важно подчеркнуть, или попытаться, точнее, представить Вот тот менталитет человека того времени Ну, может быть, не совсем уж там, из простых, из крестьян, да, далеких где-нибудь в провинции живущих А те, кто принимал реальное участие в судьбах империи Это торговые люди, промышленники, духовенство, армия, чиновничество, дворянство Вот единение вот этих славев общества, на котором, собственно, и основывалась империя Ведь это не просто такой договор всеобщий Это еще и серьезные экономические механизмы, которые позволяли империи двигаться вперед Я не зря вы поняли, что не было колоний Что империя жила за счет внутренних ресурсов и жила достаточно успешно Ну, плюс талант полководческий, умение вести, защищать свои интересы Определенный уровень, ну, наверное, тогда, самый высокий в мире прогресса технологического и военного, в том числе, искусства Это было Австрия Австрийский двор в то время Ну, не в 18-м Нет, это раньше, 17-й век скорее А то, что империя тогда закладывалась в первую очередь И победа над турками, это не просто числом, это умением в первую очередь Да, и строгим следованием буквы военной науки Потому что расхождение между русскими и австрийцами во время, например, наполеоновских войн Когда австрийцы своими глазами видели подвиги Суворова И они, с одной стороны, восхищались Потому что человек в абсолютно безвыходных ситуациях находил выход спасти свои войска А с другой стороны, они его презирали за то, что он совершенно не следует той науке, которой их обучали в академиях И поэтому вот это удовольственное отношение С одной стороны, молодцы, достойные аплодисментов и восхищения А с другой стороны, люди, которые попирают основу военного искусства Воровскими методами Да, 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 то есть это сложилось опять же к XVIII веку Возвращаясь в Семилетнюю войну, когда взаимодействие на полях сражения Не всегда было к взаимному удовлетворению Потому что австрийцы хотели, чтобы русские больше уделяли внимание их австрийским интересам Русские жаловались, что австрийцы недостаточно уважают их разговаривать высокомерно Позволяют себе командовать и играть первую скрипку Семилетняя война началась в 1756 году Она велась между Австрией, Францией, Россией, Испанией, Саксонией, Швецией с одной стороны И Пруссией, Великобританией и Португалией с другой Война была вызвана обострением англо-французской борьбы за колонии И столкновением политики Пруссии с интересами Австрии, Франции и России Победы прусской армии Фридриха II в 1757 году у Росбуха и Лейтена Были сведены на нет победой русско-австрийских войск под Кунерсдорфом В 1761 году Пруссия была на грани катастрофы Но в 1762 российский император Петр III подписал с королем военный наступательный договор И вышел из войны, что перечеркнуло русско-австрийский альянс Позже Екатерина II денонсировала договор с Пруссией Но войну на стороне Австрии не возобновила То же самое мы можем сказать и о русско-турецких войнах И в 1935-1939 год, когда конфликты между военачальниками были достаточно сильны Потому что каждая сторона пыталась представить, что именно она является главной силой И то же самое можем сказать о русско-турецкой войне 1987-1990 годов Когда каждая сторона считала, что военные действия ее союзника должны быть как бы вспомогательными По отношению к тем, которые ведет она сама И тут и у нас осада Очакова с одной стороны А с другой стороны протяженная австро-турецкая граница Которую должны были защищать австрийские войска И как-то растянутые что ли по территории И поводов для взаимных обид было очень много А когда появились первые намеки, точнее, на династические браки Потому что все-таки дома, европейские дома Это было, ну это нормальное явление Выдавали за великих князей или за герцогов своих, ну ближайших родственников То есть связи-то были очень плотные Вот брак-то только один удался в прямом смысле между Гавзургами и Романовыми Это самый исход XVIII века, 1799 год Когда один из младших сыновей Леопольда II, Йозеф Антон Взял в жены дочку Павла I, Александру Павловну И исключительными условиями этого брака было то, что Александра Павловна не переходит в католичество И, возможно, это один из, может быть, даже единственное исключение Которое было сделано Гавзургами для принцесс, которых они принимали в свою семью Но брак был счастливый с точки зрения взаимной приязни супругов И несчастный, поскольку был очень кратким И Александра Павловна умирает при родах И она похоронена в Венгрии Там сейчас часовня, которая, собственно, может и местом паломничества В том числе для российских туристов служить Но вот это единственный случай И, прежде всего, конечно, это религиозные аспекты Потому что наших великих князей тоже, как правило, женили на принцессах протестантского вероисповедания Потому что они переходили в православие А если говорить вот об этих династических связях То мы можем здесь упомянуть тот факт, что император Карл VI, отец Марии Терезии И царевич Алексей Петрович, сын Петра I, они были женаты на родных сестрах, принцессах, броншвейков, ульфинбютельских И вот опять же через протестантский вертенбергский дом породнились романовые гаузурги уже в царствовании Екатерины II Когда Иосиф II, сын Марии Терезии, приезжает в Россию Знакомиться с великим князем Павлом Петровичем и великой княгиней Марии Федоровной в 1780 году Ему очень понравилось как-то и внешне, и по человеческим качествам великой княгиней Марии Федоровны Которая была принцессой Вертенбергской И во время этой поездки Иосифа родилась идея выдать замуж, женить своего племянника Франца И его на сестре великой княгине Марии Федоровне, принцессе Вертенбергской Елизавете И действительно принцесса Елизавета переехала в Вену в 1781 году Она была еще совсем юной девочкой и жила до 1788 года в Вене при Венском дворе И только в 1788 году, практически в те самые дни, когда Австрия вступала в войну с Турцией Состоялся вот торжественное бракосочетание принцессы Елизаветы и Франца Но, к сожалению, брак был очень коротким Принцесса умерла родами И хотя тоже отношения между супругами складывались очень хорошо И дядя Франца Иосиф Второй очень нежно относился к этой самой принцессе Может быть даже во многом потому, что она была сестрой, столь приглянувшейся ему Марии Федоровны Он даже писал матери о том, что будь она не замужем, а я бы на 10 лет моложе Я бы и сам, может быть, женился на ней И она бы соответствовала и моему положению высокому И моим представлениям о жизни Вы упомянули поездку Иосифа в Россию Когда он в том числе с Екатериной по огромному маршруту прошел И в том числе оказался в Севастополе, где ему был предъявлен флот Потемкин, известно, это сказать Это две поездки, он же дважды был в России Первая поездка относится к 80-му году И тогда он не был в Крыму А вторая поездка была в 1787 году Когда действительно Екатерина целенаправленно пригласила его посетить Новороссию Посмотреть, как Потемкин там обустраивает быт А первое путешествие было более долгим В течение двух месяцев И маршрут был такой достаточно подробный И, в общем, Иосиф, как человек, привыкший путешествовать И имевший тягу к этому Можно сказать, осмотрел все самое интересное И всюду его пропускали И на военные объекты И в школы, в приюты Он же оставил какие-то пометки О своем пребывании в России Хотя частного порядка, но тем не менее очень колоритные Вы знаете, в том-то и дело, что даже они не совсем частного характера Поскольку Иосиф II Вернемся еще раз к тому, что он был императором Священной Римской империи и германской нации с 1765 года И параллельно он был соправителем Марии Терезии Как раз в землях австрийской монархии Так вот, он путешествовал как соправитель И как соправитель он должен был писать Марии Терезии Такие отчеты о своей поездке И поэтому он делал такой очень подробный путевой дневник Что он видел, чтобы на основании этого Потом представить ей какой-то доклад Там очень мало каких-то человеческих высказываний Вот мыслей о тех людях, с которыми он встречался Но зато очень четко просматривается Что ему нравится, что ему не нравится Что как работает Как начищены ружья, как устроен приют Как устроен воспитательный дом Холодно детям, плохо ли им живется, хорошо ли им живется И вот таких деталей очень много А такие его впечатления от встреч с людьми Нашли отражение в письмах к матери Императрице Марии Терезии Но поскольку она изначально была не очень в восторге От той идеи, что он собрался ехать в Россию То может быть он немножечко Немножко сглаживал какие-то углы И не все представлял в более, может быть, выгодном свете Чем это было на самом деле Хотя от путешествий он был безусловно доволен Недипломатическая миссия, особенно второй поездки В общем-то удалась И эффект, который был произведен, он имел место Знаменитая эта сцена, когда открывается занавес И там идет русский флот на Севастопольском рейде Так изящно исполненном классическом фильме Екатерина в этот момент поднимает тост Со своего лучшего друга и союзника Благодаря которому, в том числе, это стало возможным Потому что Австрия поддержала присоединение Крыма И все вот эти дипломатические перипетии с присоединением Крыма Были все-таки при такой уверенной поддержке Австрии Да, надо же понимать, что все-таки это было отторжение Крым был присоединен в результате определенных военных операций Когда тут некоторые политики шутят Какой флаг надо поднять над Севастополь То там только три варианта Либо русский, либо турецкий, либо английский Других вариантов нет Попробуем взглянуть на европейскую карту Уже ближе к XIX веку Потому что вот эти интересы двух империй Стали пересекаться не только на южном направлении Но уже на общеевропейском Которое потом закончилось союзом четырех императоров И доминированием, фактически, триумфом России Это 1815 год Победа, тотальная победа над Наполеоном Полная консолидация, умиротворение Европы И здесь австрийцы После поражения Наполеона в русском походе Отечественная война 1812 года Они активно сотрудничают Но тем не менее Наполеон слишком силен И маневры, которые были в 13-м году в Европе Они только добивали его То есть была предпринята определенная тактика Постепенного изматывания Наполеона в наполеонской Франции Для того, чтобы уже в 14-м году окончательно решить вопрос в Париже И это Александр I Он как раз эту тактику и использовал Устранившись немножко Уйдя в сторону Предоставив воевать австрийским и прусским войскам При русском участии Поэтому император австрийский На таких ключевых ролях Всегда присутствует на всех картинах того времени Вход в Париж, например, известный Они же вдвоем езжали в город И фактически это два императора Которые символизируют вот ту победу А устралиец мы не будем вспоминать Это печальная история Но финал был за нами С австрийцами То есть это был, наверное, один из таких пиков Нашего союзнического Союзских отношений в Европе Но опять-таки мы Тут вопрос Они дружили с нами по обстоятельствам Потому что понимали, что Россия рано или поздно покинет Европу И останется там у себя А в Европе останется кто-то Кто-то должен заполнить этот вакуум Поэтому Венский двор был крайне влиятельным Ну, еще Лондон, конечно, присутствовал Но в меньшей степени после Наполеона А вот австрийцы, да Мне кажется, что тут нужно нам упомянуть все-таки И о том, как русские и австрийцы сотрудничали в XVIII веке Потому что традиция эта была действительно велика И мы знаем, что Россия с военными победами Петра I Так сказать, входит в Европу Поднимается вот в этот сон держав великих Но тот факт, что Россия была с 1726 года союзницей Австрии Тоже ее выдвинул вот в ряд этих великих держав Потому что Австрия нуждалась в поддержке России в ходе войны За польское наследство, да, это 1933-1935 год Потом в ходе войны за австрийское наследство Это 1940-1948 год Эпоха войн за наследство, XVIII век Какие только наследства не делили в Европе И, безусловно, вот это сотрудничество европейское Мы не можем говорить о том, что оно было только в эпоху наполеоновских войн Понятно, что и австрийские офицеры некоторые служили в российской армии Это была обычная практика в то время Но их не так много, но было Меньше, может быть, чем из Германии, например Не говоря уже, а роялисты французские тоже служили у нас Но тем не менее Ну да, они когда уже изгнанниками стали Да-да-да-да Да, но мне кажется, нужно еще отметить такой момент Что вхождение России в вот этот концерт великих европейских держав Он создал определенные трудности во взаимоотношении с этим новым членом концерта Потому что если мы посмотрим на Европу после Весфальского мира, 648 год То Европа, которая 30 лет воевала формально за веру протестантскую или католическую На самом деле за сферы влияния Когда истощилась казна у большинства европейских правителей Когда процветало мародерство и голодная смерть гуляла по полям Германии То, конечно, Весфальский мир был призван гарантировать такую систему взаимоотношений Которая будет основана на балансе сил И вот это ключевое понятие баланс сил Это то, что, собственно, заботило большинство европейских дворов Когда речь шла о вступлении в этот концерт великих держав каких-то новых членов И Россия, прежде всего, своими размерами И своим экономическим потенциалом И людским потенциалом, прежде всего, в армии Этот концерт нарушала И поэтому сложности взаимоотношений с Россией в 18 веке Это, с одной стороны, использовать положительные стороны сотрудничества с ней, союза А, с другой стороны, не допустить, чтобы Россия этот самый баланс сил С реализацией своих интересов Потому что мы прекрасно знаем, что 18 век – это время поступательного развития России Какой она вступила при Петре, какой она выходила из 18 века при Екатерине Это практически две разные страны Конечно, для австрийского двора, как одного из принципиальных союзников России Постоянной проблемой и головной болью было Как извлечь из этого союза пользу И как не допустить разрушительных последствий Просто от самого феномена России На европейском, демокламатическом и военном пространстве А то, что Россия стала частью Европы Это, наверное, несомненно и признавалось всеми Даже если политики, дипломаты дистанцировались от России как форма правления И подчеркивали ее различия с Европой Но, тем не менее, Россия в Европе присутствует И моду свивенди с ней находить было нужно И кроме того, мы еще должны сказать, что в 40-е годы Это вхождение Пруссии в концерт вот этих самых великих держав И борьба Австрии и Пруссии внутри Священной Римской империи Была одним из важнейших факторов вообще политического развития Развития дипломатических отношений И даже фактором внутриполитического развития самой австрийской монархии Потому что все вот эти вот реформы, которые проводила Мария Терезия Они были в каком-то смысле подстегивались военными успехами Фридриха И необходимостью ему противостоять И действительно, Ольга Владимировна правильно отметила вот это вот понятие Ключевой баланс сил, который постоянно нарушался в пользу той одной, той другой державы И всем участникам этого баланса сил Постоянно приходилось придумывать какие-то новые варианты, новые комбинации Для того, чтобы сохранить устойчивость Вот, собственно говоря, раздел Польши, первый раздел Польши Он был осуществлен во многом для того, чтобы все державы Все участники этого баланса сил были довольны, что ли И находились в равном положении, приобрели какие-то более или менее равные выгоды Первый раздел Польши был закреплен Петербургскими конвенциями В 1772 году между Россией и Австрией, а также между Россией и Пруссией В соответствии с этим документом Австрия получала Галицию со Львовом Пруссия по морю и часть Великой Польши Россия, Ливонию и белорусские земли восточной западной Двины Мы когда говорим о разделах Польши Достаточно болезненная тема для российско-польских отношений Но мы забываем, что упомянуть, а с кем мы договаривались о разделе То есть мы же не с поляками договаривались Как раз поляки здесь были всего лишь разменные монеты А договаривались мы в первую очередь с австрийским, с венским двором И с прусским, да Ну да, то есть Пруссия, Берлин, Вена и Петербург Вот три основных ключевых игрока Ну шведы там в меньшей степени участвовали Потом уже был, четвертый, по-моему, раздел уже Какого-то отношения не имели А так в основном это три европейских столицы И главное было, насколько я помню, это не допустить Чтобы Польша оставалась такой проблемной страной Поддерживать там постоянное внутреннее трение Чтобы она не играла никакой роли серьезной на европейском театре Ну да, такую политическую нестабильность Выборы короля постоянные То есть, чтобы проще было навести там порядок Успокоить местных шляхтичей, да Поставить внятного Галстурга И все было бы хорошо Но это никому и было неинтересно Здесь еще, что касается первого раздела Польши То здесь мы должны помнить то, что Фридрих II Был, безусловно, обеспокоен военными успехами России на юге И Россия подбиралась как раз к Молдавии и Валахии К тому, на что претендовали Габсбурги И существует в историографии такое мнение Что Фридрих, в общем, нашел возможность Примирить Романовых и Габсбургов Россия отказалась от Молдавии и Валахии Ну, взамен получила кусок Польши И Австрия получила кусок Польши И таким образом состоялся вот такой размен Мен интересами Который помог на время примирить Вот эти вот враждующие стороны в Центральной Европе Ну и одновременно теснее связать вот этот вот конфликт Потому что, если мы посмотрим начало XVII века То между владениями Австрийского дома и Российской империи Значительное территориальное пространство Да, вот эта вот буферная зона И она в XVIII веке как шагреневая кожа сокращается И когда они становятся соседями, это уже серьезно Потому что одно дело, ваш партнер по переговорам в концерте Великих Дышав Другое дело, человек, который возглавляет страну, у которой у вас общая граница Но потом это, собственно, плохо кончилось Я имею в виду Первую мировую войну Мы же непосредственно воевали Есть такая идея, что как только Россия и Австрия начали уже между собой воевать Они и распались То есть до тех пор, пока они пытались сохранить хотя бы какую-то видимость, иллюзию, союз Они были сильны Есть такая одна из конспирологических теорий Можно там спорить, можно нет Но смысл в том, что как только, правильно сказали, две империи столкнулись Или их столкнули специально Что привело к их распаду уже в XX веке Много составляющих, конечно Но вот именно борьба против империй в XX веке Это уже понятный факт И такая антиимперская направленность всех реализационно-невекологических движений И иных деструктивных сил Она разрушила тот мир С другой стороны, мы слишком много слышали о том Какой тюрьмой народов якобы являлась Российская империя А что в связи с этим происходило в Австро-Венгерской империи? Когда она вот в период ее, скажем так, расцвета Имеется, все-таки XVIII век Мне кажется, тюрьма народов – это измышления национальных движений XIX века Я не хочу выступать адвокатом Австрийской империи Но тем не менее, все-таки мы должны тоже хронологические рамки И политический контекст понимать Что, конечно, о тюрьме народов стали говорить Когда у этих самых народов пробуждается национальное самосознание XVIII век И здесь, конечно, очень важно подчеркнуть базовое отличие австрийской монархии От романовской державы В том состоит, что государство, возможно, уже было централизованным Но оно не было унитарным И важнейшая особенность австрийской монархии Она сохранялась, в общем-то, до последних дней ее существования Это конфедеративный характер взаимоотношения центра и периферий И это колоссальный опыт, который еще предстоит осмыслять И которому предстоит дать взвешенную оценку На которую не влияют национальные нарративы XIX века Которые этим народом пытаются создать В какой-то мере ложно понимаемые традиции государственности Поэтому австрийская монархия – это, в моем понимании, прежде всего Каждодневный диалог Венского двора с элитами, которые при этом самом Венском дворе представлены И которые являются делегатами тех частей страны, которыми управляет Гавсбург И в этом смысле, конечно, ни одна часть австрийской монархии не была присоединена к ней такими методами Как к России, к московскому государству присоединялся Новгород Поэтому это тоже должны помнить Вот об этих двух таких разных монархиях мы сегодня и говорим Всю нашу передачу Даже в конце существования она не называлась никогда австрийской Она называлась австро-венгерской Ой, это отдельная тема Это же, да, вот сколько от Будапешта-то ехать совсем недалеко до Вены Это считалось таким городом, может быть, не второго сорта Но тоже это было крупнейшим городом империи И очень тесные отношения И там никакого вассального такого уж не было Ну, венгерская историография в XIX веке, конечно, так не считала Поэтому и Будапешт становится Будапештом в 1870, по-моему, в первом или третьем году До этого это три размы города Будапешт и Обуда А столица административной того же Венгерского королевства В тот период, когда мы говорим Это современный город Братислава У которого было немецкое название Пресбург По его немецкому большинству проживавшему там В отношении с Венгрией это действительно отдельная тема передачи Поэтому я бы даже сейчас не смела в это утоляться Да, мы в контексте вот все-таки династии Пытаемся рассматривать всю общую историю Естественно, вот тут венгерские династии Мы с этого начали, собственно, когда погибли венгерские короли Австрит, Вена вынуждена была поставить на престол Ну, там был династический союз, обязательства более ранних венгерских королей То есть это не то, что они пришли и, так сказать, на рынке услуг себя предложили А то, что сработали некие клоузулы более ранних договоров Потом венгрии все-таки спасли Марию Терезию Во время войны за австрийское наследство Да, да, да Она им была благодарна Ну, вообщем, в Венгрии Я вот жил в Венгрии На площади героев Там достаточно трепетно это не относится к своим королям Да, но никакого такого же Какого-то налета антиавстрийских настроений я там не заметил никогда Там антисоветские были, а вот австрийских не было Да, но вот эта площадь героев, это тоже такой, не знаете, как подсервантник в семье Когда вы разные статуэтки можете поставить, убрать Потому что там же были габсбурги, которых потом при советской власти Заменили на мятежного князя Ракуца и на вождя революции Кошута А габсбургов отправили в какое-то там, наверное, скульптурное депо В отношении габсбургов и Венгрии вопрос сложный И у него, конечно, были свои разные фазы Сейчас еще лучше, чем в Венгрии, габсбургам относятся в Словакии Потому что столица Словакии и Братиславы – это коронационный город венгерских королей Потому что если габсбурги короновались в Франкфурте или в Регенсбурге Как императоры Священной Римской империи, то как венгерские короли Вот этого огромного территориального конгломерата, который включает и Хорватию, и современную Словакию И часть современной Румынии и Сербии Они короновались в Братиславии И там сейчас это с точки зрения туристического маркетинга Очень красиво предлагают туристам пройти коронационным путем габсбургов по древней столице Да, не надо забывать, что Венгрия в нынешних границах – это малая часть от того, что входила тогда как венгерская, может быть, составляющая, если так можно, вложиться в империю Еще несколько таких важных аспектов – это дипломатические усилия как наших дипломатов, так и венских, так аккуратно скажем, венских дипломатов Которые действовали, и вот этот союз, и традиции, и связи, они как раз на дипломатическом поприще в основном и формировались Это не только антифранцузские направления, но и еще антитурецкие И есть в истории дипломатии очень много таких красивых эпизодов, связанных с историей русской дипломатии, когда успешные операции проводятся Таким образом, европейский политик, как при Петре стали говорить, Россия вошла туда болезненно достаточно Вошла как равноправный игрок, и во многом она сделала это благодаря контексту отношений с Веной Это, наверное, был самый важный центр силы, при котором русские послы всегда присутствовали Вот в 18 веке послойств много было, тем не менее, венское посольство, оно было одной из самых ключевых, насколько я могу представить себе, среди европейских Ну, во-первых, все-таки Вена – это центр действительно не только австрийской монархии, но и Священной Римской империи, германской нации И поэтому наши дипломаты, которые служили в Вене, они представляли интересы при вот этом римском императоре Так их называли в дипломатических документах Безусловно, Вена, как центр Священной Римской империи, был в каком-то смысле образцом для Петра I, принявшего на себя императорский титул в 1921 году И который, кстати, австрийские монархи и императоры Священной Римской империи признали только в 1747 году в ходе войны за австрийское наследство До этого они никак не хотели соглашаться с тем, что на европейском пространстве будет еще один император А что касается российских дипломатических представителей, то действительно эта миссия имеет давние корни И миссии в Священной Римской империи, миссии Российской империи в Священной Римской империи постоянно расширялись на протяжении XVIII века Но Вена, безусловно, была главным центром силы Римский кесарь, это имеется в виду, в первую очередь, Капсбург Да, именно Капсбург У нас от Алексея Толстого живут Да, 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 это как раз римский кесарь, как раз в данном случае это Карл VI, Карла VI он упоминал римского кесаря Это того, к кому сбежал, да, царевич Алексей Ну сначала Леопольда, а потом... Да, 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 ну вот в 16-й год это уже Карл VI И при австрийском дворе служили кадровыми дипломатами были и дипломаты немецкого происхождения до конца 50-х годов А вот такой очень интересной фигурой в Екатеринское царствование был Дмитрий Михайлович Голицын Который прослужил в Вене 30 лет с 1762 по 1793 год Действительно служил в Вене, организовывал там концерты, собирал живопись Собирал много австрийской живописи, немецкой живописи Был как-то очень хорошо принят при дворе Он, поскольку Голицыны одна из древнейших российских фамилий И Голицыны были в родстве с императорами И он был действительно вот в придворном обществе Вены Он был принят как свой, как равный, как аристократ Этот человек известен широкой благотворительностью И здесь я не могу, конечно, не привести этот пример Что знаменитая Первая Градская больница, располагающаяся на Ленинском проспекте Была построена на деньги завещанной князем Дмитрием Михайловичем Голицыным Почти миллион рублей И церковь, которая тоже сейчас существует, освященная в честь убиенного царевича Дмитрия Также он был его небесным покровителем, поэтому и храм был такой построен Мы не зря выбрали для дискуссии сравнение двух династий, двух дворов Для того, чтобы показать, что история России, она рельефнее смотрится Если на нее взглянуть, ну, например, из Вены А чтобы взглянуть из Вены, нужно понимать контекст Там выяснилось, что мы его практически не знаем Поэтому сегодня, говоря о династии Габсбургов В большей степени, чем Романовых Хотя передача на двух домах должна быть построена Тем не менее, то, что сегодня говорилось Оно дает новый взгляд Или не то, что новый взгляд Новый опыт исторического знания Который надо иметь в виду Для того, чтобы чувствовать себя культурным человеком Спасибо вам за сегодняшний разговор С вами, уважаемые зрители, мы прощаемся И встретимся через неделю, чтобы продолжить наши экскурсы в историю В отечественную историю в поисках истины Всего вам доброго До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин